Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Ракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя, дорогой мой друг, подписчик, зритель на моём канале. И сегодня я снимаю новое видео. Давненько не было переписок у меня на канале, и я уверена, вы по ним очень сильно соскучились. Я уже со всеми, с кем только можно, попереписывалась. Аккаунты продолжают создаваться. Хорошо, что у меня уже наконец-то появилась галочка, потому что, как я вам говорила, блин, в инстаграме кто-то создал мой лайв-аккаунт, которого в принципе-то и нет, и там набралось больше 100 тысяч подписчиков. Сейчас этот аккаунт заблокировали, потому что я попросила вас в сториз кидать на этот аккаунт жалобы, ибо выкладывали и подписывали фотографии максимально странные. В общем-то, сегодня я буду переписываться со своим псевдопсихологом. Чтобы вы понимали, по-моему, переписок с психологом у меня на канале ещё не было. И мне интересно узнать, что же мне сегодня напишет человек, который выставляет себя за моего психолога. Совсем скоро я покажу вам этот аккаунт, вы вместе посмотрите, поугараете. Создался он совсем недавно, но директ я читаю регулярно, поэтому все аккаунты, что вы мне скидываете и говорите снять ролик, я сразу же обращаю на них внимание, на интересные аккаунты. Я подписываюсь со своего фейкового аккаунта, или вовсе не подписываюсь, и просто веду диалог от лица подписчицы с этим человеком, и смотрю, как он себя ведёт. Вот что он расскажет про Карину Аракелян, то есть про меня, и, возможно, попозже мы с вами признаемся этому фейку, что я, оказывается, Карина, которая скрывалась за фейковым аккаунтом. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного, и будете натыкаться на мои видео ещё не один раз. Не забывайте, конечно же, про вот это прекрасное чудо, это колокольчик, и на него ниже нужно нажать, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Также в моём инстаграме совсем скоро стукнет 2,5 миллиона подписчиков, и только вы можете мне в этом помочь, поэтому обязательно подписывайтесь по ссылочке ниже в описании, или ник вы видите на своих экранах. Это видео обещает быть очень интересным, поэтому присаживайтесь поудобнее. Мои любимые фразочки — это «запасайтесь печеньками, вкусным чаем, а мы можем начинать». Поехали! Не забудь поставить лайк. Ну что, погнали! Фейковый аккаунт моего а-ля психолога выглядит вот так. Он вообще совершенно не заполненный, тут 16 подписчиков, и я думаю, что человек, который скрывается за этим аккаунтом 100% в сети, потому что фотки выкладывались, ну вот, 52 минуты назад, 37 минут назад, 36 минут назад, то есть аккаунт создался вот-вот, а когда он буквально только что создаётся, человек, естественно, в первое время в сети, и он горит тем, чтобы с кем-то попереписываться. И я думаю, что этот человек сейчас даже не подразумевает то, что я так быстро нашла этот аккаунт, и сейчас буду переписываться с ним с фейка. Давайте же посмотрим вообще, как выглядит этот аккаунт. Первая фотография — это моя аватарка в Инстаграме. Моя клиентка Аракелян. Расскажу всю правду про неё, всё про её жизнь. Дальше. Какая-то непонятная фотография с пазлом вместо башки. Пишите в директ, расскажу вам всю правду про Карину Аракелян. Мне нравятся такие аккаунты, сейчас мы посмотрим, что за правду как бы расскажет мне а-ля мой психолог. И последняя фотография, которая выложилась первой. Здравствуйте, это я. Меня зовут Анна. Я самый лучший психолог. Ко мне ходила Карина Аракелян. Отметка моего профиля. Вот так, кстати, сейчас выглядит мой аккаунт. Да-да-да, пользуюсь случаем. Смотрите, какая я красоточка. У меня, кстати, недавно произошла максимально непонятная ситуация. Когда-то меня докопался таксист в машине, и я очень хочу, чтобы вы посмотрели это видео, зайдя на мой профиль. Этот видос в ТикТоке набрал уже более 13 миллионов просмотров, и все были просто в шоке. Об этом, я думаю, сниму попозже отдельное видео. Итак, посмотрим на подписочки этого аккаунта. Уже не первый раз открываю. Вот так, кстати, выглядит аккаунт Полины. Можете тоже подписаться, я скоро с ней буду снимать видосики. Ну и, наконец-таки, можем приступить к историям. А перед этим прочитаю описание профиля. Психолог номер один. Психолог Карины Аракелян. Расскажу все о ее жизни. Пишите в директ. А, кстати, мы с вами не дочитали. Тут как раз-таки моя отметочка на первой фотографии. И дальше написано. Я столько узнала про ее жизнь, расскажу за 500 рублей. Пиши в директ. Так, я не знаю, будем ли мы сегодня платить, или нам психолог и так все расскажет, потому что аккаунт как бы, ну вот, недавно создался, и я думаю, что мы сможем и бесплатно как бы выбить какую-то информацию. У нас тут появилось еще какое-то актуальное. Я только что обновила профиль. Видимо, человек прямо сейчас сидит в сети и что-то прям создает, оформляет этот аккаунт. Очень хорошо я прям вовремя начала снимать это видео. Актуальное. Расскажу про Карину Аракелян всю правду за 500 рублей. Все, пишите мне, вы такое узнаете, будете в шоке. 35 минут назад. Очень странно, видимо, я просто не обновляла этот аккаунт, только сейчас заметила актуальные, буквально только что появились. Так, наконец-то истории, смотрим уже, давайте. Ну вот, тут то же самое, что и в актуальном. Просто добавили эти истории в актуальные. Расскажу про Карину Аракелян, 500 рублей, пишите мне, вы все узнаете на ТТТТ, будете в шоке. Ну что, настало время подписаться на этот аккаунт с нашего фейкового, типа, опа-на, теперь у этого аккаунта 17 подписчиков. И напишем, вау, вы правда психолог Карина Аракелян? Много вопросительных знаков, всякие эмодзи. Отправили сообщение. Так, ну очень странно, что сообщение мигом не прочитано, но ладно, сейчас напишем еще что-нибудь. Может быть, какое-то эмодзи отправим, вот, единорога, который подмигивает. Выставим себя прям ребенком, который фанатеет по Карине и хочет про нее все узнать. Дальше пишем. Я заплачу вам. Хотя нет, не будем писать, я заплачу вам, мы же хотим попробовать бесплатно сделать все это дело и выпить информацию от психолога. Поэтому напишем еще пару сообщений. О, как раз таки прочитано. Супер, я с аккаунтами ошибаюсь очень редко. Правда, были уже три ситуации где-то в сумме, когда я снимала ролик, мне резко прекращали отвечать, и ролик обрывался, я ничего не выкладывала. Так, наш прекрасный психолог нам печатает сообщение. Сможете рассказать все про нее? Здравствуйте, конечно. Читать не умеете? Так, с нами уже начинают общаться с предъявой. Таким тоном, как со мной разговаривал, блин, таксист, обязательно посмотрите этот ролик, я, конечно, в жизни это не забуду. Читать не умеете? Читать? Да я умею. Но это точно не обман. Это не бесплатно, 500 рублей и расскажу всю правду. Так, давайте что-нибудь придумаем, типа... А вы знаете, что я дружу с Полиной Аракелян? Это сестра Карины. И я могу попросить ее сделать вам рекламу. Да, знаю эту девочку, она ко мне тоже ходила на прием. О! Значит, она вас знает. Давайте вы мне бесплатно все расскажете, а Полина сделает вам рекламу. Нет, по бартеру не работаю. Или реклама вперед. Так, у нас, оказывается, знающий человек сидит за телефоном, который пишет мне, потому что не все знают, что такое бартер. И я не буду вам говорить, потому что хочу узнать, кто знает, а кто нет. Поэтому обязательно напишите ниже в комментариях, знаете ли вы, что такое бартер. Хотя нет, я объясню, что в этом такого вообще ничего нет. В общем-то, бартер это когда тебе предоставляют какую-либо услугу взамен на рекламу. То есть, например, мне присылают много косметики, какой-то бренд, и я рекламирую этот бренд у себя в Инстаграме, типа, спасибо за такую чудесную косметику. В общем-то, ждем ответа от нашего прекрасного психолога. Может быть, он все-таки передумает. Если нет, то нам придется переводить эти 500 рублей. Отправим вопросительные знаки, потому что какое-то молчание все-таки. И сообщения, я смотрю, не читаются. Я смотрю, психолог у нас вышел переговорить с кем-то, типа, делать или не делать им данную услугу? Рассказывать что-то про Карину и Полину или нет? Так, нам уже печатают сообщения. Нет, не подходит такое. Точно? Обещаю вам много клиентов. Или вперед реклама. Блин, а может быть, мне вообще сейчас Полину попросить выложить историю? Не, ребят, бредовая идея. Это был бы, конечно, угар. Но мне кажется, Полина откажет. Тем более, она сейчас не дома. Мне придется отменять запись экрана и звонить ей обезьянник. Блин, Полина, сейчас переписываюсь к психологам, сделаешь ему рекламу? Он, типа, у тебя тоже приемы какие-то вел. В общем-то, вы как-то разговаривали, как он говорит. В общем, бред, конечно, самый настоящий. Пожалуйста, прям будем просить. Очень хочу все узнать. Наш прекрасный психолог печатает. Кстати, можно сразу обратить внимание на то, что фотография взяна из интернета. То есть, ну, когда ты вбиваешь в поисковике психолог, вот такие вот фотографии специально делаются для того, чтобы люди видели, что значит психолог, как рекламная фотография. Мне только что написали, вперед реклама или деньги. Я все сказала. Окей. Куда переводить? Много вопросительных знаков. Переведем не 500 рублей, а 499. Посмотрим на реакцию психолога. Скажу, мне одного рубля не хватило. Ну, нужно же нам, ребятки, хотя бы один рубль, блин, сэкономить. Все, мне отправили номер телефона. Я его замажу, чтобы вы, ребятки, не названивали. Потому что один раз я, блин, нечаянно по своей губойсти спалила номер телефона. И человеку, который был за этим фейковым аккаунтом, пришлось его менять. Поэтому мы переходим сейчас и переведем 499 рублей. Итак, 499 рублей я перевела. Вот, теперь мы переходим в прекраснейший аккаунт психолога. Видим, что появилась тут еще одна какая-то история. Опа. Четыре минуты назад. Полина Аракелян тоже ходила ко мне на прием. Расскажу все и про нее тоже за 500 рублей. Ага. И про Полину могу рассказать правду. Тоже стоит 500 рублей. Нет уж. Я перевела. Смотрите, как нас разводят, ребят. Теперь мы его заплатим, блин, не 500 рублей, а 1000 в сумме. Ну, может, 2 рубля я сэкономлю. Я не получила деньги. В смысле? Я только что перевела. Нет, не скину. Может быть, нам сейчас будут говорить, а-ля деньги не пришли, я тебе ничего... О, все написали. А вот, вижу. Но. Интересно, что но. Тут 499 рублей, а не 500. У меня рубля не хватило. 1 рубль на базу. Ребят, как вы думаете, кто скрывается за этим аккаунтом? Девочка или мальчик? Пишите ваши догадки, проверим вашу интуицию, напишите ниже в комментариях. Я считаю, что парень. Вот мне прям кажется 100%, что скрывается парень. Мне кажется, девочка бы не стала писать, типа, 1 рубль на базу. Ну, не знаю, мне кажется, что пацан. Скоро узнаем, возможно, возможно, и не узнаем. Расскажи, пожалуйста, все по чуть-чуть. Про Полину и Карину. Пожалуйста. У меня мало времени. Сообщения, причем, не сразу читаются. Сейчас посмотрим. Может быть, вообще позвоним нашему психологу по видеосвязи. 2 рубля пришли. Ой, 1. Так, ребят, я не переводила ни 1 рубль, ни 2 рубля. Тут не хватает. Все, хватит. Говорите. Все. Я перевела. Как расскажете, скину еще 1000 рублей. Рассказывайте уже. Блин, я так что сказала, что мне денег не хватило. И говорю потом, что косарь скину. Такая Карина, блин. Ой, я как обычно. Мне написали, ты обманываешь. Так, я так понимаю, этот психолог тянет кота у нас за хвост, как говорится. И просто не хочет ничего рассказывать. А, вот. Ладно, уж скажу. Я богатая. Мне 1 рубль не важен. Ну, ладно. Тут понятно. Но мы заметили, если бы рубль был не важен, то бы сразу как бы нам его простило. Да, а не просило несколько минут, блин, перекинуть 1 рубль на карту. Посмотрим сейчас, какую информацию нам расскажут про меня и про мою сестру. А тебе даже не хватило. И смайлики, которые ржут. Так, ребятки, а это уже неправильно. Так, себя вести. Ладно, слушай. Так, интересно. Все, я замолчала. Ничего не пишу. Не гай бог, блин. У нашего прекрасного психолога сейчас поменяется настроение. Она перехочет что-то говорить. Поэтому пока я молчу. Ждем сообщения. Посмотрим, что вообще как. Карина на приеме рассказала, что она пробовала сигарет. А еще что? Не, ну то, что я пробовала сигареты, знают все. Даже вы, ребят. После последнего пранка, блин, спать над Полиной. Где я вспоминаю, как она меня, блин, пранканула. Это, конечно, полная жопа. А еще что она жила в Челябинске. Это тоже всем понятно. Как бы психолог сейчас рассказывает всю самую обычную информацию. А проблемы у нее есть какие-то? Она же не просто так пришла. А показывает в инстаграм, что она московская деловая такая девушка. Так все знают, что я из Челябинска. И как бы все знают, как я поменяла, что я сейчас живу в Москве. Как бы окей. Хорошо, я поняла, как этот психолог будет себя сейчас дальше вести. Посмотрим, что он сейчас дальше напишет. Да, она рассказала, что у нее парень рус. Это тоже все знают. Это знают абсолютно все. Все. Да, прекрасная информация за 500 рублей. Чудесная. Больше ничего не скажу. Или доплачивай. Срочно говори. Иначе позвоню в полицию. Блин, ребят, кто сможет посчитать за все ролики с переписками, сколько денег я уже, блин, потратила на этих фейков? Напишите ниже в комментариях, вот кому не лень. А что ты им скажешь? Ой, меня матерное слово. Так, тут у нас оказывается, человечек знает матершинные слова, отправляет угарные стикеры. Срочно говори все про Карину. Так, что-то какой-то скучный психолог нам сегодня попался. Мне неинтересно с ним переписываться. На аккаунте, блин, тоже ничего интересного. Ну, как сказать. Может быть, нам сейчас хотя бы что-нибудь интересное напишут. А, ладно, сейчас скажу еще кое-что. У нее было 32 парня. Может быть, циферка 3 была написана нечаянно, и у меня было всего 2 парня? Так будет скорее похоже на правду, нежели чем 32 парня. Я сейчас немножечко в шоке. Ого. И еще она встречалась в садике с Денисом. Блин, что за поверхностная информация? Вроде психолог, он как бы должен знать о всех насущных проблемах своего клиента. И как бы это максимально странно, да? Что рассказывают все вот так поверхностно, неинтересно. Все, жду 1000 рублей. Слишком много знаешь. Печатает сообщение. Так, нас пытаются уже развести не в сумме на 1000 рублей, а на 1500 рублей. Сейчас нас уже будут требовать 2000, потом 3000. Я знаю, уже нужно заканчивать, блин, всю эту шарманку. Сейчас посмотрим, закончили ли на этом или нет. Я даже знаю, как я подведу к тому, что я Карина. Может быть, отправим голосовое или вовсе позвоним по видеозвонку. Сейчас подумаю. Скинь хоть что-то. Еще есть инфа. Вот этого я не поняла. Что? Вам больше нечего сказать? А, я поняла. Типа, попросили скинуть деньги. Типа, скинь хоть что-то. И сказали, что есть еще информация. Все, я поняла, что имела в виду. Этот прекрасный человек, мальчик или девочка, хрен его знает. Сообщения мои не читают, блин. У меня есть еще инфа. Полина приемная. Ребят, мне кажется, все фейки друг у друга, блин, тырят их информацию. Или у всех фейков, блин. Один мозг на всех. Потому что все пишут идентичные истории. Полина приемная. У Карины было столько-то, столько-то парней. Карина такая-то. Карина пробовала курить. Карина то-се. Блин, было бы хоть что-нибудь интересное. А что рассказывала Полина про себя? Мои сообщения уже, блин, медленно читают. Уже становится максимально неинтересно. Полине нет 12 лет, как она говорила у Карины в видео. А 21. Представьте, если бы Полине реально было 21 год. Я бы офигела. Ладно, понятно. Слушай, а по голосу ты никого не узнаешь? Я решила отправить голосовое сообщение психологу. Посмотрим, насколько она знает меня. Насколько она узнает мой голос. Потому что уже нужно подводить к логическому завершению. Ибо меня потом еще, блин, разведут на деньги. А мне это нафиг не надо. Потому что ничего путевого нам в этом ролике не сказали. О, мое голосовое сообщение прочитано. Мне отвечают. Я знала, что это ты, Карина. Ты что, меня не помнишь? Я же твой психолог. Так, у нас, блин, борьба до талого. Я так понимаю. Чтобы и вы поверили, что это был мой психолог. Не ври. Признайся. Срочно. Ты обманываешь подписчиков. Как я обманываю подписчиков? Так, какой-то странный фейк. Сейчас посмотрим. Я твой психолог. Да, ребятки, я вас обманываю. Это мой психолог на самом деле. Я расскажу про тебя все. Какая ты. Все узнают. Что узнают? Рассказывай. Я как раз снимаю видео. Какая ты. Какая я. Я до сих пор сама не могу понять, какая я. У меня настроение, блин, меняется каждые полчаса. Все, что ты мне рассказала. Что я тебе рассказала. Я все солью. Я сейчас уже сама поверю, что это мой психолог. И ты мне вообще не доплатила. Так, в общем, все понятно с этим фейком. А как тебя зовут? Аривидерчи. В общем, все понятно с этим прекрасным аккаунтом. Анна, читать умеешь? В общем, ребят, все. Я не хочу продолжать. О, тут еще какая-то история. Я сейчас переписываюсь с Кариной Аракеля. Боже мой. Боже мой. Не, ребятки, давайте заблокируем нафиг этот аккаунт. Скажем до свидания. И выключим запись экрана. А я в свою очередь хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы досмотрели это видео до самого конца. Я на самом деле сейчас в небольшом шоке. Если этот аккаунт вообще будет существовать, пишите этому аккаунту. Переписывайтесь, угорайте. Потому что, ну блин, я сейчас в шоке. Я не хочу дальше продолжать что-то доказывать. Меня узнали по голосу и продолжили так со мной разговаривать. Доказывать, что это по-прежнему мой психолог. Держать меня за какую-то дурочку. А я это не люблю. В общем-то, если же вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если до сих пор этого не сделали. Потому что я уже очень сильно жду 3 миллиона подписчиков. Ой, такой вот фейк нам сегодня попался. Очень-очень интересный. Так что, ребятки, обязательно отправляйте мне вот этот эмодзи в директ в инстаграме, если вы досмотрели до этого момента. Потому что многим подписчикам, кто отправит мне именно этот эмодзи, я буду делать видео-приветики, лайкать ваши аккаунты и подписываться на вас. Теперь я буду делать такие интерактивы как можно чаще, чтобы вы смотрели мои ролики до самого-самого конца. И чтобы я понимала, какие подписчики у меня самые-самые внимательные. Чтобы вы получали призы. Не будем обращать внимания на всех этих фейков. Их развелось, как вы знаете, и так очень много. В общем, я пойду радоваться жизни, монтировать это видео для вас, чтобы оно как можно скорее вышло на ютубе. Ну а с вами была Карина. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok